Что? 34 тысячи рублей? Подарки на 40-летие? Немножечко переспали. Всем привет. В одном из наших обучивах мы вам показывали вот эти подушечки. И вот пришло время их протестировать. Мы сейчас летим в Бангкок. У нас 9 часов перелет. Посмотрим, насколько они справятся с нашим сном. Тем более перелет ночной. Так что это тема. По прилету расскажем. Крутые они были или не очень. Мы добрались. Ну что, Наташа, рассказывай, как тест подушка прошла или нет. Она очень плотная, но при этом одновременно мягкая. Держит голову очень устойчиво. И ты в любой, в принципе, позе даже прямо можешь заснуть. Потому что голова у тебя не падает ни вегани сюда. Мне только она показалась очень жаркой. И мне показалась немножко твердоватая. Но может быть она со временем размяглась. При этом она всегда вот такая. Ну, не как камень, чтобы вы понимали. А вообще она очень компактно, зато складывается. Смотрите. Вот она. Это та здоровенная подушечка. Сейчас будем забирать багаж, ехать в отель и покажем вам наш номер. Он, в принципе, ничем особо не должен измениться с того года, потому что мы заселяемся в тот же отель. Приехали к себе на дачу. Тайскую. Мы добрались до номера, и сейчас будет экспресс-рун-тур. Многие из вас, кто уже давно подписан на наш канал, уже видели этот номер, похожие номера, потому что мы заселились, в принципе, в тот же самый отель, где были в предыдущие разы в Бангкоке. Потому что здесь дешево, хорошо, и, в принципе, надо все устраивать. Это центр близко. Так что снова в ярких стенах мы. В том году мы жили этажом ниже, там была зеленая стена, а потом еще переселялись в номер с голубой стены. Он напротив был. Короче, мы весь этот отель обжили вдоль и поперек. Номер огромный, это самый крутой. Здесь можно лезгинку танцевать и прочее. Можно даже еще вот положить человека. Ну, тут тоже ничего не изменилось. Все как раньше, все как раньше. Ну, все, мы пошли мыться, собираться и добывать жулиан. Дорогие фактики. Фактики вкусные фактики. Прилегли с Наташей на часок и немножечко переспали. С ней однозначно звучит, да. Там так сладко спалось, постелька просто обволакивала, и встать было нереально. Причем, я думала, Руслан уже проснулся, это только я, Чили. А на самом деле он тоже спал очень глубоким сном. Но все, мы уже вышли в люди. На самом деле так и лучше, зато бодрые. Да, зато сейчас бодрый дуриан просто. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Я когда засыпала, я думала о том, как я вгрызусь в его консистенцию. Вот эта вот верхняя пленочка, а под ней божественный крем. Будет еще забавно, если его там не окажется. Но мы его все равно найдем за эту поездку. Нет, в Таиланде все стабильно. Если этот дяденька стоял там год назад с этими дурианами, он и в этом году тоже будет здесь стоять. Вот расскажи, кого ты видел сегодня? Мужик, ну точнее даже дедушка у метро тот же самый, который в прошлом году жарил какие-то непонятные листья, которые воняют. Тот же самый дед с этими же листьями просто у метро стоит. Как будто мы и не уезжали. Все то же самое на нашей тайской дачке. Только хочется, чтобы эта дачка находилась поближе к Москве, потому что все-таки вот у нас ощущение, что мы реально приезжаем как будто к себе за город. Как будто это наш второй домик. Здесь все уже такое родное. Но все равно в этой поездке, я уверена, мы узнаем и увидим еще и что-то новенькое. Сейчас, кстати, еще зайдем, посмотрим наш замочек, который мы вешали год назад, потому что мы будем как раз мимо проходить. Интересно, висит он там или нет? Как думаешь, замочек висит твой, Наташа? Да, конечно. Такое ощущение, как будто его даже кто-то уже разговаривал, посмотреть, что там написано. Мужчины, которые продают дуриан, на месте нет. Кажется, что сам дуриан есть, а его нет. Ну, он спит, короче, сейчас, но, видимо, выспится к вечеру. Будем проверять. Эх, жалко. Придется кушать другие фрукты. Гугл-переводчик плюс язык жестов в действии. Да, спросили у соседки, она сказала, он спит еще. Ну, ладно, тут есть из чего выбрать. Правда, мы очень мечтали о дуриане. Я буду драгонфрукт, манго и что-нибудь еще, на что глаз лежит. Я буду джек. Ящерка, смотрите. Если на рынке вы берете манго, который собираетесь сразу же скушать, то покупайте вот такой. Можно даже с точечками черными. Это самый-самый сладкий манго, и он еще и уцененный. Мы вот этот купили. Всего лишь за 50 бат в килограмм. Короче, за две штуки 40 бат. 80 рублей. Раз дурян не оказался, мы зашли в Сауэн-Эллен, чтобы купить мои любимые булочки. Ай, булочки мои пропали. Ладно, возьму банановый кейк. Он тоже вкусный был. Что это такое? Мой брат всегда просит привезти ему из Таиланда именно эту зубную пасту. Ему очень нравится. Это не просто паста в тюбике, это зубной порошок. Надо нам тоже взять попробовать, раз он так рекомендует. Стоит такая паста 100 рублей за одну упаковочку. Помните вот эту нашу фотографию? Смотрите. Какие они милые, новогодние. Мы зашли в торговый центр, и здесь, конечно же, продается куча-куча всякой прикольной милоты. Сейчас я вам покажу. Во-первых, это гигантский пушин. Вот как бы он максимально гигантский. Для фанатов самое то. Правда, вряд ли какой-то фанат привезет это из Таиланда. И стоит это, о господи, 33 тысячи рублей, даже 34. Вот смотрите, какой большой. Что, 34 тысячи рублей? Нет, лучше вот такого малыша за тысячу рублей, как бы. Есть еще пушин, пушин единорог как он. Если вы фанат пушинов, то напишите об этом в комментариях. Вот у нас есть друг Илья, он любит пушинов. Он маленький кошелечек. Но я хочу показать вам еще кое-что очень крутое. Я еще никогда в своей жизни не видела пончики с Hello Kitty. Hello Kitty, Hello Kitty. И вот так они выглядят в оригинале. То есть ожидание реальности в данном случае работает хорошо. То есть пончики действительно похожи на то, что есть на картинке. Ну, не один в один, конечно, нос немножко вот у этого такой продолговатый, но все равно очень красивый. Смотрите, еще вот такие милашки. Стоят дешево, по 50 рублей. Вот эти вообще по 40. То есть вполне приемлемо. Можно сфоткать, запилить хавайную фоточку. У нас план на эту поездку в Бангкок вот такой. Мы его придумали вот буквально минут 30 назад. Мы хотим посетить рестораны на крышах. Максимально много. Все посмотреть. Все самые крутые. Ну, если не получится, ничего страшного. Наш план просто гулять, отдыхать. Так, короче, мы будем каждый вечер встречать закат на крыше. Но сегодня, походу, не встретим. Сегодня у нас просто мы приехали и на расслабончике так гуляем, так в развалочку. Смотрим магнитики. Смотрите, я счастливее, когда путешествую. В книжном магазине мы нашли очень яркие, красивые книжки, жизнеутверждающие подарки на 40-летие и 60-летие. И внутри этих книжек позитивные цитаты о возрасте. В общем, можно подготовиться на несколько десятков лет вперед и потом подарить своим друзьям. Я не чувствую себя старым. Я вообще ничего не чувствую до полудня. Что-то он там спит вообще до этого времени. Ничего не понимаю. Короче, вот, ребята, имейте в виду, если вашим друзьям исполняется 40 или 60. Тут очень много на эту тему. Книжка красивые года. Радости становления старше. Ого! Серьезно? Она же максимально большая. Для такой маленькой книжки она максимально большая. Рус, там очень много котек. И что делать с этой книжкой? Купить ее? Нет, она очень тяжеленькая. О, какие хорошенькие. В Таиланде вот эти кошечки повсюду. Они, правда, немножко не такие, а длинноморденькие. Это очень милая книжка для любителей кошек. Она как кубик. Мы сейчас в очень оживленной уличной кафешке. Кафешка это, конечно, назвать сложно. Это, как обычно, стоят столики и пластиковые стулья. И здесь можно покушать тайскую еду. И мы, конечно же, в первый день будем кушать под тай с креветками. На какой-то день отдыха он нам надоедает, но на самом деле мне кажется, мы его опять будем кушать всю поездку, потому что это очень вкусно и традиционно. Нам принесли это буквально за 5 минут. В общем, здесь прям круговерц. И, собственно, это стоило 100 рублей за одну порцию. Вкус просто максимально шикарный. И я не понимаю, почему так не могут готовить в Москве. Просто в Москве мы еще ни разу не ели под тай, чтобы... Был под тай. Чтобы был под тай. Под тай в Москве, да. Даже в дорогих ресторанах это не под тай. Это просто что-то похожее. Это какая-то лапша с соусом, но не под тай. А тут ребята ее на улице просто за 2 минуты шип-шип-шип и готово. У нас попытка номер 2 добыть дуриан. Едем на такси, потому что мы уже накушались вкусного потаи, и нам тяжело идти до метро пешочком. И потому что цена такси не сильно отличается от метро, поэтому мы и едем на такси. Да, главное, еще раз напоминаю, в прошлых влогах напоминали, что берите такси с таксиметром. У нас сейчас несколько человек отказались включать таксиметр, но какой-то из них там 6-7 согласился, вот с ним и едем. Ура, мы добрались до нашей вкусняшки. 1800, 1800, но это того стоит. Чувствую, следующий наш дуриан будет на Пангане, один кусочек еще и все, экономят. Очень дорогой, конечно, вот это то, что не сезон, это у меня убивает. Мы просто приезжаем не в сезон дуриана, поэтому он такой дорогой. В сезон он гораздо дешевле стоит. Наташа съела маленький кусочек, не дождалась, пока всем разложит. Он такой свеженький, прям очень-очень свежий, как будто бы только-только с дерева сняли. И вкус прям какими-то орехами отдаёт, прям миндалём. Говорят же, что у дуриана каждый раз по-разному вкус раскрывается. Вот сейчас мне прям миндалём отдаёт. Деликатес. Прочти нереально, брат. Сейчас жду момента, когда я огромный кусок положу в рот. Этот день настал. Вот так выглядит райское наслаждение. Именно так оно выглядит. Очень странная кособока. Мне кажется, что вот этот очень такой плотненький дуриан. Они же тоже разные бывают. Да? Плотненький. Ну и всё равно тает во рту, когда его кладёшь. Он реально как будто суперсвеженький такой. У меня вообще не осталось ни следа от того, как я вот её пробовал самый первый раз. Вообще прям я не чувствую тот мерзкий вкус. Я вообще не чувствую ни тухлого лука, ни мерзости, ничего вообще. Сплошное наслаждение. Кремово-ореховое. Ставьте лайк, если вы за нас рады, что мы дорвались до дуриана. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok